сегодня очень обмельчало море очень на несколько метров вот здесь реально можно зайти по колено до буйков раньше такого не было а здесь как раз такие звезды и ежи и очень тепло сильная буря что-то скорая верещит вчера списывалась с подписчицей на инстаграме меня нашла классная девчонка я передаю привет и сказала что когда ехали в сторону цреквеницы на автопути проехала скорая помощь которая была в огне загорелась она видела что в общем там дым уже и огонь и все дела и как эта история закончилась неизвестно я пыталась найти в вестях что произошло что это было но мне выдавала только вести старые в сегодняшних не видела информации пострадал ли кто это или нет ну вот случаются такие до происшествия школе у нас четыре урока сокращенные большие перемены маленькие перемены хотя особо у нас не строго дети выпускают на улицу нет вот видишь вот это большая вот я прикасаюсь она закрывается смотри дальше да это ракушка вот видишь вот это только не заросли по этим как она называется смотрите смотри вот я прикоснусь если она сейчас закроется рассмотрим подожди вот смотри видишь прилип то как вот смотри его типа хочу оторвать смотри раз и И он присосался, видишь? Раз, присосался. Да, да, вот, вот, смотри. Подожди, вот, смотри, видишь ракуха? Вот ракуха, видишь ракуха? Смотри, оп, присосалась, оп, закрылась. Это все ракушки, которые дышат. Вот, например. Ого, смотри, сколько их, они открыты. Раз, закрылась. Ой, они такие клевые. И они все присасываются автоматически. Смотри, какая большая. Ну вот, большие, раз, и закрывай. Да, вот они все. Раз. Думаешь, что это не живое что-то? Ой, огромное. В клинику Таласотерапия просят. Кровь сдать. Бесплатная парковка. И потом, типа, поесть в ресторане там у них можно. Типа, благодарности. Цриквеница 9 сентября. У нас тепло. Все эти дни, от начала школы, несколько дней до, пытались использовать по максимуму теплые денечки. И почти, что пустые пляжи. Поэтому я постоянно ролики выкладываю с каким-то опозданием. Ну, хорошо, у меня особо не завязана информация на даты конкретные. Типа, они горячие вести. Сегодня дочка вроде как и подустала. Рано встаем. Мы первые в очереди на автобус. Вот, первые мы как бы загружаемся. Плюс у них два автобуса вообще меняется. И решила она сегодня к подружке. А я тогда уже решила прогуляться. В первом классе в школе трое детей всего. Это, наверное, самый маленький класс в истории школы, где ходит моя дочка. Она и так больше выглядит как частная, потому что детей очень мало. Плюс есть ассистенты в классе. Плюс дается ассистент больным детям или детям. Гиперактивным или наоборот с ограниченными какими-то, ну, по здоровью ограничениями. И, в общем, получается так, что в школе сколько детей, столько учителей. Ну, в общем-то, в этом-то есть и плюс. Из-за этих дезинфекций не надо разделять классы. В общем-то, не особо строго. И поэтому их это не напрягает, не пугает. Дети чувствуют себя хорошо и уютно. Будет меняться еще расписание. Никто точно не знает до конца, как будет что выглядеть. Потому что в Хорватии немного меняется ситуация. Есть в школах дети заболевшие. Есть кое-какие изменения. Ну, так, вроде не в позитивную сторону. Ничего глобального и ужасного пока, слава Богу. Но все-таки там будем уже смотреть, как и что по ситуации. В Словении школа началась с первого. Ну, как, не с первого, когда там было первое сентября, второе, наверное, да? В общем, неважно. У них началось с начала месяца. И у них достаточно строже, чем в Хорватии. Если тут еще допустимо, что, ну, вроде по правилам, если идешь в туалет, маску, идешь по коридору, маску. Только в классе снимаешь. На перемены нельзя. Тут все-таки детей выпускают. И наоборот, писал министр, что выпускайте детей почаще. Если совмещают уроки, не обязательно сидеть внутри. Если детей мало, тащить на улицу немного. Там книги или какие-то материалы, то лучше. Пусть дети проведут это время на улице, на свежем воздухе. Класс проветрит и продезинфицирует. Потому что реально это лучше, чем 4-5 часов сидеть внутри. Также были друзья у нас. Также из Словении у них ресторан и маленький отель. Ну и они рассказывали, что у них намного строже, например, ситуация. Вообще еще с весны не изменялась особо. В общем, там, если ты, например, даже приходишь в ресторан, рабочие обязательно там рукавицы, маски. Все эти прибамбасы. А для гостей такая же ерунда. В общем-то, человек заходит в маски, подходит к столу. Пока ест, только ее снимает. А если даже хочет в туалет или что-то где-то, опять ее одевают. Не дают солонки. Ну, у них, да, действительно было очень строго. Они сами, славянцы, удивлялись, насколько в Хорватии было это все свободно. Свободно, типа где-то халатно даже. Но в течение лета, например, не было глобальных изменений. Вот если так брать, как бы по количеству. Ну, с учетом того, что все-таки у них меньше государства, людей там вроде как меньше. Я знаю, что уже многие люди отказывают там, если собирались что-то праздновать, отмечать. Потому что больше всего проблем именно с такими ситуациями, когда толпа собирается, когда народ тусит, даже родственники.